На заседании Минской гуманитарной подгруппы, которая состоится 12 апреля, представители ДНР поднимут вопрос свободного допуска специалистов республики на Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Экологический контроль является важным средством обеспечения прав наших граждан. Мы столкнулись с невозможностью доступа к экологической информации. На предстоящей встрече в Минске, которая состоится 12 апреля, я вновь буду поднимать вопрос об экологической ситуации нашего региона и о беспрепятственном доступе наших специалистов на территорию ДФС. Стоит отметить, что район ДФС уже долгое время является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Станция неоднократно попадала под обстрелы. Компания «Вода Донбасса» за время конфликта зафиксировала более 370 попаданий по территорию предприятия. По словам Морозовой, подобные инциденты, в частности попадания артснарядов в здание с хлором, фиксировали и наблюдатели ОБСЕ. «Хочу подчеркнуть, что хлор относится к крайне опасным химическим веществам. При разрушении одной емкости объемом около одной тонны повреждается все живое в радиусе около пяти километров». Напоминаем, что Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны линий фронта. Из-за обстрелов работа ДФС останавливалась уже 38 раз.